кто это грозный тихо еще это дмитрий а почему вас не видно сейчас включу так давайте вот пожалуйста слава богу что ответили ну-ка напомните где вы откуда я вам звонил по телефону вы мне сказали прийти к отцу кириллу я работал в монастыре даниловском инженером вы сейчас из москвы звоните да 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 у нас все записывается выставляется интернет вы не против нет конечно я вас слушаю говорите и знаете сихоныч хотел с вами посоветоваться вот я ну как мне друзья говорят самый лучший инженер вот ну очень много знаю и научился учиться получился в университете санкт-петербургском ну ленинградском тогда был вот да на факультете физики вот и за тихоныч я хотел спросить вот такой вопрос значит я сейчас пришел на новую работу вот симуляторы медицины как бы вот и ну и сделал там очень серьезные работы ну вот думаю сейчас и друзья мне говорят вот друзья которые про вас говорят что вы непоколюбимые вас не свалить значит что мне делать то думаю в общем работать жить в москве у меня сын здесь я ради его здесь и живу он сейчас вот заканчивает учебу вот парень очень хороший илья его зовут вот если будет у вас молитва помолитесь за илью и хотел спросить а профессора вот из университета мне же еще дали лабораторию в мгу ну я не знаю зачем то то ли это бесплатное место то ли вот как бы ну вот так вот значит игнать технич я смотрю ваши все вещи хотел спросить вас вот первый вопрос у меня будет ли раскол вот связи с тем что вот митрополит иларион а поскольку я в даниловом мастере работал я как бы знаю это все вещи и вот и их даже телефонные станции там и все изнутри вот так вы думаете будет ли от того что вот митрополит иларион сказал что ну что библия приведена неправильно будет ли какой-то раскол серьезный не будет не будет не будет он так не сказал он у меня доклад его есть некоторые там где-то считают что надо поправить остальное он и всеми посчитается и протестантами всеми мне сначала вы сказали о нем так я грязь он так сказал анафе моему но когда это это однозначно да это я посмотрел нет но считает некоторые замена слов мое мнение не надо трогать не прикасаться синодальный перевод один из самых лучших а может самый лучший во всем мире согласен ну давайте соберемся таких отцов которые переводили вот и они будут делать свое вот заключение по этому поводу и еще большой вопрос есть у меня к вам и на сихнович вы слышите меня я хорошо слышу говорите вот вопрос такой вот всю моя жизнь лет наверное 27 что ли где-то 27 лет вот меня вот преследует одна большая проблема ну проблему вы не любите слово такое ну нерешенный вопрос как вы говорите вот значит почему то все время как у меня какая-то тяжелая ситуация я впадаю вот в грех пьянство ну вам это неведомо ну это очень серьезная вещь как быть ну такая очень плохая вот как скажите от этого избавиться на сибирске есть лекарня такая по украински как говорится профессор пилипенко лечит называется поркотерапия да уж вот это наверное да я понял о чем вы говорите понимаете особое царского достоинства в англии это еще три века назад лечились и про себя открытие все потерял запил говорит на был директором жена ушла то другое но согласился прийти к нему как будто черная полоса грязь меня сходила сейчас восстановился на работе в рот не беру я знаю бог это дело для крепкой веры ничего этого не надо но если слабый ты тебе необходимо именно это молиться съездить туда полный сеанс принять сейчас они определили даже так когда порит женщина результат больше а женщину чтобы мужчина порол ну возможно я живу один не знаю как женщина лечится но вот как вы сказали ну попробуй это сделать это вот если хорство мне на форуме подробно показана фотография смотрел к я на вашем форуме присутствую смотрю там вот материалы вот почему мусульман такого вопроса нету потому что ему сразу секир башка я вам расскажу почему мы с вами такого я вот ездил в командировку два месяца был в дагестане махачкале вот делал симуляционный центр значит дагестанской медицинской академии вот подружился там с хорошим человеком хотел как раз про него спросить вот его зовут расул расул это значит посланник ну как апостол значит очень хороший человек мне две дочери а мы приехали с сыном вот и вот и он мне сказал я бы принял христианство но если бы это была последняя вера но она и так последняя куда дальше то в общем то вот и в монстре пока я работал вот ну уже почти три года я конечно действительно не платил оплатили там очень мало но деньги как бы откладывал и покупал библии и всем библии раздавал а у нас там казаки еще же работают на охране ну вы знаете же вы же были в доневске мастереты да да вот я им вашими словами говорю вы как цыгане читайте хотя бы во что велики ну вот так вот извините если страх божий страх божий если с этой пьяницы цесарствие божие не наследует вот где не работа апостол павел пишет первом послании коринфянам и все на этом сказано я буду в огне но маленько руку где-то поставь там на плитку или где чтобы задымилась руках протопопа в вакуум две свечки скрутил и поставил пальцы пока я даже помню вашего то вы говорили что как вот про мусульман говорили что у девочки одна нога оголилась от одежды уже все сгорит понятно да и на этих понятно другого сказать нельзя надо просто при себе держать господь меня создал я сам себе не принадлежу я храм божий почему я должен его разрушать пьянство самоубийство а там менее минимум даже лет 15 может тебе жизнь уже меньше будет и ты раскрепанный такой как правило это мужики подкаблучники терпят бедствие почки да тут говорить не надо у меня от книги к истинного православия там о пьянстве избавить от пьянства там все собрано да ну я же как бы вот так хотел жить то выучиться хотел учиться не не там диплом получить получить знания учиться там раньше почему вот на физику то никто не шел ну потому что там хотелось бы хотел узнать мир узнать мир а получил вот в себе ну закон падения так скажем получил как от него избавиться я не знаю конечно хорошо что вы сказали ну есть там какая-то вот порка пьяница но я-то ради бога согласен все новосибирский профессор пилипенко все будущее смотреть в интернете да смотрите можно связаться и если действительно желаете избавиться от этого страшного пороха да и что это дает от еще не дает я говорю пьянистам тебе нравится шататься где-то ну попросили какой-то там вестибулярный аппарат это что-то эти там отрезали мозжечок маленькой будет все время тебя шатать зато день дешевле обойдется да нет я хочу иногда быть трезвым да зачем тебе быть трезвым то такое короткое время и даже не пьешь это многое не успеваешь а это лучшие годы свои отдачи ему в потемках жить любой тебя обидит так не лучшие годы всю жизнь ну такая зачем это может какая польза то от этого еще курит вообще безумие видите как чем дальше распространяется грех тем труднее освободиться вот человек выпил он отравил себя ну скажем так 30 сантиметров главное то курит он на 30 метров а материться на 300 метров слышно так вот от матерка намного труднее отстать чем от курева я обравлены слова не говорю никогда вот так понятно что вот я показала расстояние которое отравляет грех насколько его слышно на сколько их она распространяется и поэтому ты многих заражаешь и перед многими виновен и поэтому трудно отстать я вот допустим два дня не курю и у меня начинается когда злоба то есть я уже начинаю всех ну как бы вот хочу сам избавиться ну молиться не умею понятно где у меня умение молиться вот как бы нет такого дара божьего вот но вот два дня не курю там три дня не пью и я начинаю сразу вот чувство себя как гордыня какая-то вот нахлёстывает вот прям ну как будто я уж все знаю все понимаю и вот так вот а александр исаев сложеница написать в архипелаге в гулаг разговор с мальчиком он говорит ему было таблет 14 чем ты занимался вами в киеве был воровал а когда немцы оккупировали работал а сейчас чем занимаешься ворую вы думаете привычка это просто просто привычки он понимал что при немцы его сразу расстреляют все в один день бросил вы сами себе это маленькое как-то воображение развивайте но вот вы попали сегодня в тунис это не не дагестан тунис там ты пьяна тебе в этот же день казнят казнят ты еще подделал бы это конечно нет нет ну дагестан то я покалку потому что там еще люди есть которые могут принять христа я много раз дагестане был я знаю что там было нас принимали очень хорошо они мусульмане в этом комнате намаз были развозил свои книги везде дарил 38 книг я знаю что народ хорошие прочего то по турции прошли если мы сами себя не воображаем перед богом написан страх божий а вообще зачем тогда на жизнь была нужна чем быстрее ты говорит сдохнешь тем мир бы быстрее вздохнет облегченно на одного алкаша меньше будет идентик ночи день смерти лучше день дня рождения это понятно да тут вопрос просто себя так выйди это посиди маленько и скажи вот я сколько пропил что на эти деньги можно было построить скольким подать что я сделал невозможно сделать потому что сразу придет уныние потому что у вас бог дал вам одну жизнь а мне бог дал другую жизнь вот как ее осмыслить и как ее понять ну нельзя всем правило все примем примать ну что бог дал еще надо разобрать вот приехал к нам всегда писатель быков ну я да слышал я львович но и как раз у батюшки у нашего день рождения день ангела а то я кима и анны ну и вот батюшка ему дают пояс и говорит подпояжься у нас положено так он начал а у него настолько не сходится батюшка счет тебя такая вот робот он стоит вот такой но это батюшка ну какими бог сделал каждого нет не бог делать твое невоздержание а потом он напишет я был как путин на окинаве дал другой длинный пояс она маленько перетянул свою бочку я помню вот ваша ваша в интернете вот ролик про то как когда вот демьян бедный написал послание помните да сергея есенину сергей есенин демьяна бедному да вот а есенин а я потом вашу вот перефразила в монастыре сказал я говорю знаете что у нас есть тоже вот соловьев он тоже написал евангелие но не нашлось есенина который написал ему ну как бы вот такую вещь ну как бы писать мы все можем руки есть как бы ручкой владеем там это не проблема но тут такое дело для меня этот вопрос очень серьезно потому что я знаю что ну либо в небо либо землю это однозначно там ближе к земле все уже чувствую вы рассуждаете по-духовному если бы вы сказали ли на самолете вверх или на земле тогда сходится а если вы сказали небо это духовно невидимое поэтому скажите или в ад не в землю в ад душа в тот же день пойдет в ад пьяницы сарстя боже не наследует они все потеряли здесь и там и зачем ответа то никакого нету ну зачем тогда когда мы вот рождаемся вот ну родились да и чувствуем вот всю вот жизнь весь мир там какие-то вот цветки там еще чего-то так мы на эту тему поговорили да что у вас есть поколотить и все это хорошо и не прикасайтесь даже если возможно к вам когда есть приходить но в интернету допустим сейчас так вы сейчас тут прикиньте какое время было это неделю через четыре у меня просто времени нету но только что вы пришли уже по делу по делу не по пустякам об этом мы ни о чем не разговариваем говорить то что вам непонятно в священном писании в жизни может зайдите с сыном он что-то нуждается вот я на бумаге приготовьте вопрос а говорить об этом о чем говорили уже не надо мы сказали все я дать ничего не могу тогда хотел просто вот сына зайти и он зато ус горит ни я не бог тебе не поможет если ты сам себе не поможешь вы это говорили но я думаю что вот писание говорит по-другому бог открыл или закрыл и никто не закроет да а кому закрыл никто не откроет да ну все тогда то все спасибо большое до свидания с богом аллилуйя спасибо вам большое спасибо вам angels иисусу христос спасибо вам לא� иисусу христу